Нет того, что три телеканала, там, Игорь Николаев, и все вынуждены его смотреть. Первая причина — это я. Мне кажется, что вот я талантливый, поэтому целуйте меня везде, любите. Меня должны признавать бездарных, популярных людей в шоу-бизнесе гораздо больше. Транс кого-то избил там в каком-то учреждении государственном. И все, твоя песня пропала. Ты здесь из себя не строй какого-то крутого мужика. Скажи, кто за тобой стоит? Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях продюсер, телеведущий и человек, известный любому, кто мало-мальски связан с шоу-бизнесом в Азербайджане. Это Идрис Джафаров. Здравствуйте, Идрис. Здравствуйте, добрый день. Ну, я начну с вопроса, на который я подозреваю, вы ответите, что, конечно, в первую очередь талант исполнителя и так далее. Но все-таки давайте честно, в процентном соотношении. Успех музыканта на сколько процентов все-таки зависит от продюсера? Наверное, это все-таки тандем, потому что одна из самых сильных школ – это Бостонская музыкальная академия в Америке. И там с первого курса, когда ты выбираешь специальность, допустим, артист, музыкант, с тобой с первого курса начинает работать продюсер, человек, который выбрал специальность в этой же музыкальной академии как продюсер, и они параллельно начинают развиваться. Потому что есть психологический тест, допустим, давайте с вами сделаем два цвета – красный или синий, какой вы предпочитаете? Синий. Синий – значит, вы продюсер. Вы человек, который не хочет брать внимание на себя. Вы больше будете полезны в моменте, когда вы развиваете человека. Я тоже, допустим, подсознательно выбираю синий цвет. Если же артисты в основном выбирают красный цвет, они хотят, чтобы над ними работали. То есть мне психологически развивать два разных проекта намного, я могу вкладывать душу туда, у меня нет того, что вот я должен быть, я должен петь. А есть люди, которые, наоборот, талантливы в этом направлении. Поэтому, я думаю, развивать меня получается лучше, чем акцентировать на себе. Что касается таланта, обычно, я скажу, талантливые люди, у них бывает плохой характер. Им кажется, что вот я талантливый, поэтому целуйте меня везде, любите, меня должны признавать. А бездарный, он понимает, что у него нету таланта, он поэтому начинает пробиваться уже другими моментами. Я же лучше, возьмите меня, я смогу, я докажу. То есть он уже какие-то другие качества у него развиты. И поэтому, допустим, в количественном эквиваленте бездарных, популярных людей в шоу-бизнесе гораздо больше, чем талантливых людей. Ну, даже талантливые люди, ну, например, предположить там, что карьера Уитни Хьюстон без Клайва Дэвиса, или вот недавно Биопик про Элвиса вышел, и мы тоже видим роль продюсера в его становлении. Можно сказать, что вот, ну, какой бы ни был бы талантливый человек, какой бы ни был пробивной, но без продюсера, без грамотного менеджера это невозможно. Он, это возможно, но он не будет, продюсер же это не только популяризация, это концепт зарабатывания денег. То есть, допустим, в мире есть 28 направлений продюсирования. Это продюсер кино, продюсер альбома, продюсер артиста. То есть это достаточно большой объем работы. И, допустим, мы с вами разрабатываем концепт артиста. То есть я, как продюсер, разрабатываю артиста просто с обычного человека до сцены. Я сейчас сделаю такой короткий мастер-класс для артистов, у которых нет продюсера, которые не могут себе это позволить. Во-первых, должна рассчитаться аудитория. Кто будет слушать? Один человек не может быть хорошим для всех. Это 12-17 лет, это 20-25 лет, это 30 плюс возраст. Какой у них заработок? Это больше женщины или мужчины? Где они тратят деньги? Как они будут доносить свою любовь в финансовом плане артисту? Потому что артист без денег, он не сможет развиваться. И есть самая формула, по которой я, допустим, подхожу. Сейчас люди свободны в выборе. Нет того, что три телеканала, там какой-то центральный, утренняя звезда и так далее, Игорь Николаев и все вынуждены его смотреть. Сейчас очень много цифровых платформ, на каждой разная аудитория, поэтому надо давать людям выбор. Делать 10-12 песен, запускать их на платную, скажем, таргетную рекламу, определив заранее целевую аудиторию. После этого взять первую тройку, которые показали фурор именно рейтинга, и на них уже снимать клипы и вкладываться. Плюс еще есть ситуация случайности. Допустим, я сегодня могу запустить какую-то песню, на которую мы готовились, снимали клип, а завтра тренд новостью станет, что какой-то, я не знаю, транс кого-то избил в каком-то учреждении государственном. И все, твоя песня пропала, потому что людям это гораздо интереснее. Вы сами были очень молоды, когда начали карьеру продюсера. Вообще понимали, во что вы ввязываетесь? Нет, вообще это было то, что мне было 19 лет. Я работал с Гусеем Дарьей. Вы покойный, великий, кениальный, я вчера как раз, я сейчас работаю с Чингис Мустафаевым, мы обсуждали энергетику. У покойного Гусеем Дарьей была особая энергетика. Вот он заходил бы в какое-то кафе, ресторан, 300 человек, вот он своей харизмой останавливал все движение и все акцентировались на нем. То есть никогда я не мог бы сказать, что Гусеем Дарью сделал я Гусеем Дарьей. И Гусеем Дарья всегда говорил, что спасибо Идрису за то, что он делает меня Гусеем Дарьей. Но это было преувеличением моих заслуг, потому что он был гениален. Это человек, который достоин какого-то документального фильма о уровне Голливуда. То есть в 15 лет он работал официантом в Чайхане у Мейханчика Аасялима Наразина. Там он научился говорить Мейхану. Потом он сделал рэп с элементами Мейханы. У меня было чувство ритма. Я не понимал тогда, я не проходил этих мастер-классов, курсов по профессиональному продюсированию. Но у меня было чувство, что вот это решение будет правильным. Гусеем Дарья первый из артистов, рэперов именно, начал зарабатывать серьезные деньги. В то время был уже популярный Анар Наралбаз, не коммерческий, но популярный. В то время был Дайерман, который не зарабатывал денег. Гусеем Дарья в момент, когда азербайджанские нынешние народные артисты работали в ресторане 4 песни за 50 тысяч монат, мы получали 100 долларов. Это было в 10 раз больше. Полчаса выступления Гусеем Дарья на свадьбе стоило 500 долларов, потому что мы собирали реально стадионы. 27-го у нас был концерт в Газахе, декабря 2002 года. В день два сеанса в кинотеатре Азербайджан по 500 человек. В Газахе, представьте, 2002 год. 29-го мы приехали в Гянджу, в военный зал по 700 человек в день два сеанса. И потом приехали 30-го в Баку, дворец ручных игр, 2350 билетов было продано. И 31-го мы работали на Новый год до утра. То есть это были фантастические звездные моменты. Ему реально нужна была охрана. Ну вот такая популярность. Была ли возможность двигаться куда-то дальше, за пределы Азербайджана? Тогда нет, тогда не было цифровых платформ. Тогда рэп это языковой барьер. Мы ехали в Москву, были мероприятия для азербайджанцев, которые жили в Москве. Но выйти, допустим, из фабрики звезд был Иракли. С Иракли мы переговаривали, планировали делать дуэт. Должны были и нужны были уже серьезные инвестиции. Мы, в принципе, тоже зарабатывали деньги. Представьте, 19 лет я за декабрь месяц заработал порядка 10 тысяч долларов, а трехкомнатная квартира где-то в микрорайоне стоила 15 тысяч долларов. Мне 19 лет. Я думаю, вообще я король. То есть ты ощущаешь себя каким-то всемогущим, понимаете? Это очень интересные времена. Энергетика, энергия денег тоже это очень важный фактор. А как произошло так, что вы стали телеведущим? Вот как, помните, как проснулись знаменитым? Это было поэтапно. Я начал до Гусейн-де-Ри, у меня вообще была тяга. Я в 99-м году в возрасте 17 лет организовал соло-концерт Фаи Кагаева и Зульфии Хамбабаевой. Это было вообще очень интересное событие. Был ресторан Royal Garden. Я решил там устроить концерт Фаи Кагаева. У меня открывались все двери, потому что парень приходит в 17 лет, договаривается. Я привлек туда и спонсоров Fadal United Condoms of Benetton. Пиво Хардолан были спонсором. Представьте, 17-летний парень приходит и рассказывает, как это все будет круто. И я на Space привел рекламу концерта Фаи Кагаева. Так у меня получилось какой-то коннект с ними. Был первый концерт Зульфии Хамбабаевой, где я достаточно интересно заработал денег. И я потерял связь с реальностью от успеха в 17 лет. И потом концерт Фаи Кагаева, куда пришла налоговая, я вообще там такое намутил. Я поставил какие-то печати на бумагу, сделал название ценной бумаги. Там типа назначил вообще уклонение от налогов. Вообще там мне чуть ли не сказали, что чувак тебе светит 20 лет. И мне налоговик говорит, слушай, тебе 17 лет, ты здесь из себя не строй какого-то крутого мужика. Скажи, кто за тобой стоит. Пусть придет твой старший, мы разрулим этот вопрос. Я говорю, никто, я сам это делаю. Они до последнего не верили, потом поняли, что это все делаю я. И сделали мне 20 минимальных штрафов, учитывая то, что я несовершеннолетний. Фаек пришел, спел, конфисковали билеты, дальше уже я билеты не продавал. И потом я начал работать в англоязычной газете Business World. Вот это прям параллельно я хронологию рассказываю. Придя туда рекламным агентом, через месяц меня назначили директором рекламной службы. У меня было 20 работников. И Space Чердак меня начал снимать как героя. Они выбирали интересных людей с общества. Что парню 17 лет, а у него в подчинении работал дядька. Ему было 42 года, тоже в рекламном агенте. И вот это была энергия. Это было не образование. Это была энергия, вижу цель, не вижу преград. То есть после этого генеральный директор Space Рустам Алиев, тоже я заинтересовал его по телевизору, они меня пригласили. Я пришел работать на Space в молодежном департаменте у Зульфата Бураева как продюсер. И в то время был известный азербайджанский диктор Рафик Усейнов. Он, услышав мой голос в комнате, сказал, а чем этот парень занимается? Сказали, он продюсер. Говорит, нет, он должен быть ведущим. И я выхожу в эфир. Спустя месяц я популярен. У меня зарплата 300 тысяч. Это где-то 60 долларов. Спустя 6 месяцев испытательного срока подтверждение. Я еду на метро. Я кушаю донер где-то на Эль-Мляре. Подходит, говорят, а вы и дрис? Я говорю, да. А почему вы в метро? То есть, а вы и дрис? Да. А почему вы донер кушаете? Знаете, вот такой момент, ты не понимаешь, что ответить. Людям это было очень интересно. И потом, телевизионная зарплата, она достаточно маленькая. То есть, ну, я получал где-то 100 долларов, 150 долларов. Работая продюсером, как Гусейн Даря, я первый раз уже, как бы, в возрасте 19 лет уже начал зарабатывать деньги. И ощущать себя комфортно. 2014 год, вот после всей вот этой популярности, принять решение переехать. У вас достаточно интересная вообще география перемещений по Европе. Я так понимаю, что получилось, что это восточная Европа. Почему? Менталитет ближе к нашему? Или как? Мне было 29 лет. 2013 год. Я уезжаю. На тот момент у меня контракт с Азерсель. Я озвучиваю рекламы Зенгемселя уже на протяжении трех лет. У меня свое заведение в центре Баку. У меня 4 передачи на телевидении и радио Prime Times с 6 до 8 вечера. То есть, можно сказать, такой пик и загруженность того, что я в год могу выезжать из страны на 10 дней. На выходные я еду в Грузию, лишь бы как-то отформатироваться. И тут я попадаю в Польшу, потом Словакию, потом Венгрию, потом в Киев. Ощущение свободы и радости. Счастья. То есть, на телевидении у меня был коллектив. Я был руководителем департамента. У меня с компанией была выделена машина, водитель. И тут я могу ехать в автобусе. Я могу ехать в метро. Есть ДНР опять. Да, я могу есть ДНР, я могу просто быть самим собой. То есть, я обрел, наверное, новую жизнь. То есть, вот этим переездом жизнь Идриса до 2013 года, до 30 лет. И вот сейчас мне 39. Вот за эти 9 лет я обрел абсолютно новую жизнь, в которой я тоже мог генерировать счастье. Потому что я был опустошен, отдавая себя работе, получая деньги, которые тратить у меня даже нет времени. Понимаете? А не было желания, не было ломки по работать лицом, по популярности? Знаете, я понял, что зарплаты мне предложили на телеканале СТБ, или новый канал, это один холдинг в Киеве, работу. Предлагали 500 долларов зарплату, а я снимал квартиру за 500 долларов. То есть, я понял, что начинать с телевизионного хобби, как начинал в 2000 году, потому что я там не брендфейс. То есть, я в Баку на момент отъезда, если записывал голос на рекламу за 300-500 монат, что-то я подумал, а я могу записывать голоса, голосом рекламу озвучивать, почему бы и нет. Мне сказали, что там же рынок большой, типа за одну рекламу платят 20-30 долларов. Я разговаривать не буду с этими. И потом я уже начал заниматься продюсированием, музыкальной индустрией. В любой сфере, от которой ты получаешь удовольствие, у тебя будет успех. То есть, он просто неизбежен, он никуда не уйдет. Что удалось реализовать за вот это время? За это время я смог заработать на свое собственное жилье в Киеве. Это результат успеха, наверное, это продуктивно. Я открыл продакшн, в котором мы делали песни, даже в период пандемии мы работали. Мы делали концерты в Азербайджан, я привозил достаточно большое количество артистов. То есть, как я сказал в начале нашего разговора, из 28 направлений продюсирования, я уже добавил к себе еще и букинг каких-то мировых звезд, артистов. «Туан Лимитед», «Моджо», «Александра Софина», «Время и стекло», «Лобода», там, я не знаю, «Эл Ван», «Блэкстаровские звезды». Их привоз в Баку, букинг, организация концертов, партнерских, просто сдача какому-то заведению. Артисты развития. С Чингизом мы были на «Голосе страны», после этого «Евровидение», «Самира Эфенди». До «Евровидения» два ее проекта «Я танцую» и «Дуэт Сэй». Это продукт Джафаров Креатив. Кроме этого, румынская известная певица, исполнительница мегахита Папито непосредственно работает со мной не только по Азербайджану, а по всем странам мира. То есть, официально зайдя на страницу артиста, инста, сайт, вы видите там мои контакты. Как бы все начало получаться само собой, и сейчас на самом деле у меня такая, после войны, такая глубокая депрессия. Ну вот хочется все-таки коснуться февраля 2022 года. Как все поменялось в той сфере, ну не могло не поменяться, которой вы занимаетесь? Шоу-бизнес уехал, потому что и в пандемию, когда какие-то испытания для народа, для страны бывают, первым долгом страдает шоу-бизнес, потому что это развлечение. Это сфера для людей с достатком, у которых все хорошо и в то же время много денег, чтобы еще потратиться. Поэтому, естественно, шоу-бизнес, многие артисты звезды уехали. Кто в Польшу, кто в Германию, кто в Эмираты. И сейчас вот такая выжидательная позиция. Я еще психологически, то есть я очень сильно привязался к Украине, потому что до того, как принять решение жить, там я уже был и в Штатах, и в Азии, и в Китае, во всех европейских странах, постсоветских странах, там Казахстан, Молдова, Россия. Украина, она как-то более открыта, то есть она приняла меня без каких-то знакомств, связей. Я смог построить там бизнес, развиваться. Сейчас у меня там друзья, окружение и страна, в которой я себя комфортно чувствую. Можно сказать, что это второй дом? Я даже скажу, что вот это психологически. Сейчас очень много моих друзей из Украины уехали, кто в Канаду, кто в Австралию, и у них депрессия. У меня была депрессия, я скучал по Баку, по друзьям, и этого никто не отнимет. Но до семи лет жизни за границей ты очень скучаешь по родину. Спустя семь лет, это психологическая отметка, как в любви, знаете, там три года, семь лет. Спустя семь лет у меня ощущение дома в Киеве, честно говоря. Жизнь до войны в Киеве, в Украине была гораздо лучше, интереснее, свободнее, чем жизнь в Баку и в Азербайджане. То есть сравнивая вот все успехи, жизнь здесь и там. Но жизнь в Баку и в Азербайджане сейчас, она гораздо лучше, чем жизнь в той же самой Германии, Австрии, Польше, в Европе. То есть я, приехав сюда, имея украинский вид на жительство постоянный, я могу поехать сейчас спокойно и в Австралию эмигрироваться, и в Канаду, и в Европу, и в Великобританию. Но в Азербайджане мне комфортнее электронная музыка. Чингиз за полгода на Бали создал мега крутую электронную музыку с элементами этно. Это именно та музыка, которую мы можем продавать сейчас у меня запросы из Польши, и с Португалии, и с каких-то других стран. Но поэтапно это музыка без границ, потому что это электронная музыка, это New Age Music, это тренд и элементы этно. То есть какие-то азербайджанские песни Чингиз внедряет, он еще мультиинструменталист, это очень круто. Мой последний вопрос, он в принципе как раз может быть об инвестициях тоже. Но почему, наверное, со времен Полада Бюльбюлелу, Муслима Магомаева, никто из наших музыкантов такого успеха где-либо за пределами Азербайджана не добился. При том, что музыканты у нас грамотные, грамотнее многих в Европе в том числе, даже уже просто по наличию академической школы правильной. Достаточно яркие, интересные личности. В чем дело? Продюсеров нет хороших, денег нет. Почему? Это вопрос, который меня тоже беспокоил до организации именно Галаровым про жаропродакшн. Вот сейчас, если вы просто, может быть, аудитория смотрит по телевизору и анализирует статистику. Но если взять статистику цифровых платформ 160-миллионной России, то 10 самых популярных артистов, которые из России слушаются, скачиваются, которых любят. Из них трое как минимум это азербайджанцы. Это Хамали Наваи, это Джонни, это Рау Файк. То есть до инвестирования именно Галаровым денег в жаропродакшн, развития вот этой индустрии на этом уровне, азербайджанцев не было. Но сейчас мы можем сказать, что азербайджанцы есть не только в шоу-бизнесе постсоветского пространства, но и они слушаются со стороны, не знаю, всего цивилизованного мира, как тренд музыка, скажем, постсоветского пространства. Поэтому это уже большой успех. В Азербайджане просто хотят видеть ту форму музыки исполнения Щуакета Алякипиарова и Полада Бюльбюлюуглу, Муслим Магомаева. Но сейчас как бы музыка поменялась. Если вот это слушают, то есть Джонни, например, да, то это и есть наша музыка. Он азербайджанец, в его мелизмах чувствуется то, что он азербайджанец, и он с гордостью на всех своих выступлениях говорит, что он азербайджанец. У меня тоже есть желание. Шоу-бизнес – это недооцененная сфера для инвестиций. А что нужно для того, чтобы, ну, например, Баку стал таким вот, такой кузницей музыкальных кадров, да, регионально, например? Что для этого нужно? Больше нужно лейблов. То есть в Азербайджане нет ни одного лейбла. Я сейчас думаю, пока что я в Азербайджане, чтобы не терять время создания лейбла, когда будет 12 артистов, у них будет 12 песен, которые будут раскручиваться. Ведь сейчас период лейблов. Один человек очень сложно проявить себя. Возьмем российский рынок – это Black Star Records, это Max Fadeyeva Production, это Production Lepso. То есть в основном должны быть такие индустрии, у которых будут и при телевидении, и при концертном зале. Потому что эта индустрия, она не может уже быть частями, что ты популярный певец. У тебя должна быть площадка, медийная поддержка и, естественно, команда, СММ. То есть это достаточно превратилось в командную работу. Думаете в этом направлении? Да, конечно. Если раньше, допустим, были артисты, которые сами были своими продюсерами. Вот Файк Агаев, например, можно сказать, что он всю жизнь был своим продюсером, достаточно гениальным. Он совмещал два в одном. И та же самая Юнь Киазымова. Она работала с разными людьми, но у нее было чувство вот этой звездности. То сейчас это не получается. Ну что, мы желаем удачи и ждем. Спасибо, спасибо вам за приглашение. Я за вами слежу. Мы с вами были знакомы. Я был подписан на ваш телеграм-канал, на фейсбук. И вот сегодня мы с вами приятно пообщались. Очень рад. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо.